Командно-штабное учение Единой государственной системы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций гражданской обороны Курганской области пройдет в Заурале с 3 по 7 августа. Согласно плану основных мероприятий регионального центра и утвержденного МЧС России, мы проводим четырехдневные учения, командно-штабные учения на территории Курганской области. То есть отрабатываются вопросы, это предупреждение чрезвычайных ситуаций, проверка готовности сил и средств, которые имеются на территории Курганской области, территориальной подсистемы. Ну и соответственно на втором этапе отрабатываются вопросы гражданской обороны. В этих учениях задействованы свыше полутора тысяч человек, в том числе сотрудники главного управления МЧС России по Курганской области, члены правительства региона, администрации города Кургана, государственные инспекции по маломерным судам и другие. Главная цель – проверить, как готовы службы к чрезвычайным ситуациям в военное и мирное время. Локальные задачи, они связаны с теми или иными вводными. Например, сегодня у нас три вводные – это обрушение дома в городе Кургане, это авария с повреждением железнодорожных путей и разлив нефти, в том числе и на водный объект. Самое главное – это первые минуты или первые часы в случае вот такой критической ситуации, поэтому нельзя раскачиваться, нужно быстро все сделать. Чтобы быстро делать, надо маломальский навык. Эти навыки формируются в ходе вот таких учений. По легенде учений, на реке Табул рядом с микрорайоном Черемухова произошел разлив нефтепродуктов. В его ликвидации принимают участие около 100 единиц спецтехники. Развернут передвижной штаб, где состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с Сергеем Путминым. Локализацию и устранение нефтяного пятна производят в течение полутора часов. Для этого спецтехника выгружает оборудование, среди которого абоновые ограждения, препятствующие дальнейшему распространению нефти. Затем специалисты приступают к ее сбору в специальные емкости. В практической части учений запланировано тушение природного пожара в Аргашинском районе, а также установление карантина с целью предотвратить распространение заболевания крупного рогатого скота. Подведение итогов командно-штабных учений состоится в четверг, 6 августа. Светлана Епифанова, Александр Менщиков. Специально для информационной программы «День из Кургана».